всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь это мы сегодня с вами не просто так крутимся около этого фитомодуля потому что я сегодня сделаю перестановку я уже подбираю здесь кашпо то есть мне нужно 3 кашпо для того чтобы сюда поселить три моих новых растения и конечно же у нас сегодня с вами также будет видео с пересадка то есть продолжение это у нас пересадочки выбрала я вот такие вот старенькие они мне конечно это закрытая система не просто так закрытая система того чтобы было пореже скажем так поливать ну или чтобы не проливалась водичка фито модуль да я понимаю что сам по себе идея фито модуле это то что мы поливаем можем поливать просто вниз подошел подлил воды но я до сих пор так не пользуюсь фито модулями я снимаю свои посадки купаю поливаю сливаю водичку протирая свои фито модуля чтобы они были беленькие внутри чистенькие и снова ставлю свои посадки туда на свои места сверху у меня была хоя кто помнит кто помнит ну я думаю все вы помните что плохое хоя 3 color она стала настолько огромная несмотря на то что я режу 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 черенкую черенкую потому что спрашиваю девчонки многим она нужна она все равно у меня все-таки разрослась и я решила ее пересадить я ее уже пересадила без вас и я ее переставила давайте я вам сейчас покажу даже наверно отключаться не буду сейчас просто возьму и вот так вот плавненько переведу телефон то есть вот таким вот образом я ее пересадила вот в такое вот кашпо ладья сделала свой обычный грунт добавила немножко смоку для цветения и все как бы не стала сильно заморачиваться потому что вот плети в нее далеко-далеко все уже уходят туда и сюда и обратно и она на самом деле тяжело мне очень тяжело ее было поливать поэтому я ее оттуда убрала но и тем самым освободила место освободила место я для новых хоек которые пришли у меня от цветы канал мир моего настроения помните три хои которые пришли ко мне во мхе они уже давно им давно были укорененные света поделилась со мной своими хойками и мне просто нужно было маленько попить и прийти в себя и они уже по моему мнению принципе готовы к пересадке совсем недавно буквально вчера по моему вчера как день сурка ребят честное слово света мне писала спрашивала как знать как себя чувствуют себя хойки отпились ли они все ли с ними хорошо ну что же я буду просто так голосом на рассказе просто вам сейчас это все покажу ну вот они смотрите то есть таким образом я их определила здесь сегодня конечно же мы с вами и санцевири вот эту маленькую обязательно посадим я для нее смотрите выбираю сижу либо вот такого смешного тела либо вот такого какая прелесть и там уже на ножках так вот из них мы с вами обязательно вот эту маленькую санцевири сегодня посадим посмотрим как я их определила то есть у меня есть вот такие вот стаканы высокие длинные помните да в закупке как-то я показывал что их получила то есть я просто поставила вниз подняла сюда вниз и водичку и накрыла сверху стаканом всем больше ничего не делала и давайте посмотрим ну вот она пожалуйста публикали с рэд публикали с рэд как вы видите у нее практически не осталось никаких морщинок все хорошо так это у нас публикали спинк смотрите вообще великолепно все с ней замечательно ну и вот это вот это на самое конечно самое-самое я на нее смотрю у меня аж мурашки оба вата варень гата сплэш просто неимоверно шикарная она не все конечно шикарные все суперски ну это прям мечталка моя если честно прям моя мечталка я хочу ее под очень яркое по идее освещение но я сейчас поставлю знаете все мои хойки вы уже на обратили внимание что они все очень все хорошо чувствуют в этом фито модуле они хорошо растут они цветут все замечательно поэтому я поставлю ее туда цветом хороший вам потом хорошие посмотрим что будет но если я хочу чтобы вот этот вот вот это вот варегатность которую не до заявлено не просто сплэш к на который вот тесет сплэш вот это варегатность если она не так насыщенно будет проявляться я просто поставлю ее на еще более мощную лампу и посмотрим что там будет с ним я думаю что все будет хорошо из-за того что листочки толстенькие они подольше маленько набирают скажем так да турга но несмотря на это смотрите то есть он по стилистику же вот такой вот прям чудненький и чудненький и все ребят то есть вы видели на что я подобрала им три абсолютно одинаковых кашпо вот таких вот так ну сколько здесь сколько сколько вы не знаю у меня старенький скорее всего у меня есть знаете по себе объем уже стерся я уже скорее всего не посмотрю 08 нет на одной остался это 08 смотрите как хорошо будет смотрите скажите да ты с ума сошла нет нормально для меня это нормально вы помните какие маленькие хойки я усаживала в эти большие транспортировочные черные скажем так горшки да которые у меня там шли вместе с фитомодуль и все было прекрасно там всего одно не понравилось и то она у меня жива здорово и уже в два раза больше выросла просто маленько в другой посадке всем остальным все понравилось еще почему смотрите 08 да потому что за счет того что фитомодуль маленько наклонил я естественно грунта то будет намного меньше то и грунта есть будет ну половинка в максимум половинка максимум сверху потом скорее всего я может быть даже ну добавлю мох на уложу потому что я во всех своих посадках так делала те которые вот на фитомодуль и я делала именно таким образом ну а как иначе потому что они наклонены мне зачем чтобы грунт этот летел так что вот ребята и я уверена из-за этого что там будет очень мало грунта короче все то же самое как прошлый раз но может быть многие не смотрели как это все было с моими хойками которые живут сейчас на фитомодуля я думаю что растение говорят сами за себя я тут не голословно до рассказываю какая понравилась им всем все и так так давайте на сбегу принесу пакетик грунт ну и мы даже с вами приступим пересадим посмотрим корешульки аккуратно посадимся это дело все это дело установим посмотрим на это все со стороны красиво некрасиво получилось так давайте начнем наверно самой маленькой самый симпатичный в общем я выбирала выбирала тут из этих двух и выбрала вот такого вот милоху этого мы потом с вами куда-нибудь все таки тоже сделаем под что-нибудь сюда я сделала уже такую сеточку прилепила чтобы у меня там ничего не усыпалась фирма конечно высыпется но все равно давайте сюда посадим нашу сумсы вере ю какая же она клевая сванданс детка с листа знаете что еще не показала так я в конце обязательно покажу вам как я поставила листики тоже на укоренение вчера у света вышло видео вот все среди классные корешки внутри вообще супер супер так что мне делать с листиком что мне делать с листиком что делать с листиком что с ним делать не буду пускай остается потому что если я щас его оторву мне придется ее подсушивать и не хочу ничего подсушивать в общем пускай как-то так все будет так вот у света вчера вышло видео она приехала даче и показывала как она ставила листики на укоренение какие у нее там результаты что есть вылеты так здесь буквально немножко лечу за еще закон остальное я оставлю для того чтобы сверху буду использовать свой универсальный грунт также как у каков-разрыхлителем мне нравится даже мои сенсеверия хорошо растут в таком грунте так что очень нормально фаната вот видите насыпала тоже буквально до немножко вот таким как слоя слоями пирожок пирожком получается у меня сюда мы добавим с вами осмокот для роста там гранулки 34 у меня получилось больше не надо печально конечно такая история что я вас все это вчера посмотрела стоит на цивере которые у нее все-таки погибло изначально было видно что с ней что-то не так и не знаю мне допустим сразу видно что но действительно на цивере она и была отправлена такая но продавец почему-то отказывается что-либо размещать ну ладно так то здесь я потом буду чем-нибудь не знаю чем-нибудь потому что лопаточка большая и отсюда в листики грунт попал не критично конечно но попал вот опускать прям попадает туда да вот такие сенсеверии которые тут жесткими такими листиками их можно принять ну листиком они как раз идут по сорту если тоненькая тонко листная то она по сорту не пойдет так не бы хотелось чтобы она просила красивенько тут у меня так сидела сейчас нет прям ну сейчас я подумаю может быть я ищется и и повыше еще вытяну сейчас посмотрим как она будет смотреться вообще с утра конечно сильно уже много чего переделала с растениями я кое-что в телеграм-канале показываю что я там делаю куда я там бегу что я уже посадила так сейчас досыпем 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 ну в принципе как вы думаете она чуть повыше подрастет до получается и у нее вот эти листочки они не будут краев касаться можно конечно еще немножко добавить ли чудо вот таким вот образом главное чтобы она у меня ровненько было но я так думаю что она у меня все-таки ровно ну да ровненько будет стоять вместе со всеми так 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 надо низ название прилепить тут я название не подготовила вниз я это сделать не смогу потому что там отверстие будет выливаться вода хорошо сейчас я как-нибудь сбоку тут что-нибудь приду обязательно обязательно таким вот образом так я думаю что тут все равно нужно добавить так вот так все ребят смотрите вот такая получилась у меня посадка сенсивери сейчас я и название напишу и мы с продолжим решила ее полить немножко потому что все таки это деточка малышечка немножко увлажнила нежели ничего не отрывал он чуть неплохого не делал я просто давай побольше объем не могу на даже прелесть прелесть такие вот штучки дает делают напомню настроение да хорошо давайте приступим к хойгам давайте приступим название у меня все уже есть грунт грунт в общем ничего придумывать не буду просто грунт осмокот осмокот сейчас буду использовать формулу для цветения конечно же вот до срок действия у него там какие-то шесть восемь месяцев вряд ли возможно она зацветет хотя почему нет может быть это цветет пара таблеточек глиоклодина вот так вот давайте ее разберем так как здесь у меня уже я определилась какое растение сразу же сделаю название а тут в принципе разбирать то ничего ребят смотрите здесь все в корнях видите это все корни ну и смысла я сейчас буду все вот это вот я даже не понимаю как это делать зачем точно не буду этого делать я поставлю ее вот так вот пониже видите потому что будет под наклоном я вам уже говорила да вот все это будет очень чистая посадка потому что никакого грунта я кстати раньше во всех своих хойках вообще во всех цветах и раньше и сейчас то же самое я в посадках всегда в принципе добавляла ну то есть чтобы поменьше поливать чтобы они меня так сильно не пересыхали не очень хорошо пересыхают на наращивают хорошо корневую и я вниз в качестве то есть на дно кашпо всегда в качестве дренажа использовала мух то есть у меня нету моих взрослых хоек посадки ну чтобы там нет такой посадки чтобы там не было муха везде есть мы поэтому для меня это вообще нормально история а тут еще и укорененная вам хим может быть и вообще великолепно так ну давайте сейчас еще немного добавлю грунта буквально вот с этой стороны вот таким вот образом и на этом все больше мне грунта есть не нужно грунт потом я буду добавлять когда я буду знать что мне нужно добавить грунт и сейчас даже мог сверху укладывать мне не надо потому что ну грунта мало ничего высыпаться точно не будет мне на голову когда я буду туда подходить любоваться своими хуйками но как только хуй начнут то есть конкретно пересыхать не просто там за неделю мне придется к ним подходить намного чаще чем раз в неделю я тогда уже добавлю немного грунта вот и сверху еще уложу мух чтобы у меня эти посадки фитом модули были прям подольше так первое готово давайте сейчас старом публика рискинг сейчас тоже название сделаю и все то же самое тоже буквально пару таблетчик или аквадин скажите мне в комментариях как у вас погода мы все эти дни наслаждаемся наслаждаемся тем что у нас прохладненько реально прохладно хорошо я люблю когда прохладно вот но это сказали ненадолго так пинк до пол серый ну пинк конечно хотите какой лист какой шикарный лист посмотрите как растем растем на все также смотрите потихонечку настала мух слегка влажный вот слегка хотя я хорошо наливала воды вот хорошо все в корнях вообще все света посмотри просто вообще шикарно вот этот лист потрясающе потрясающе все устанавливаем в общем это погода у нас ненадолго сказали скоро опять вернется жара и и я надеюсь что до этого времени моя посылка придет помните мою последнюю посылку где я не досчитала с одного растения вот все нормально с моим растением которые мне не дошло все с ним хорошо я написала продавцу я и написала что моя триколор дошла великолепно и я спросила я по поводу второго растения я говорю когда мне ждать мне сказали что должны уже ответить там у них закупщики их или как это правильно называют в общем поставка это идет у них на июль то есть мне мое растение придет скорее всего в июле не скорее всего точно в июле а может в августе в общем не знаю посмотрим как придет так и придет да в этом конечно хотелось бы все в одном ну знаете много чего мы хотим мало чего получим самого чтобы оно пришло и если она придет в таком же состоянии как и моя ванны мы подожду просто в том году когда я у них заказывала ведь опять таки я же не заказывал в том году что я у них в том году заказывала именно конкретно главным поэтому они пришли у меня все в одной посылке вот и все а второе растение у меня не а главным и поэтому вы ее маленько своими подождем все хорошо все замечательно продавец написала мне огромное спасибо что я и написала что растение все хорошо и было это очень приятно вот нам приятно получать такие хорошие растения им приятно наша обратная связь так красиво и у меня закончился грунт ребят сейчас примегу давайте займемся публикались red так что с этим растением мы разобрались еще помните я вам рассказывал о том что я себе заказала два очень интересных растения я на самом деле таких растений не видела нигде вот в общем с ними точно отмена а я еще такая думаю странно почему они ну то есть не просят оплату то есть оплата по факту то есть эта группа работает именно таким я поняла почему потому что ну допустим моих растений которые я заказала их не будет и всем то есть они в списке создали тех растений которые точно придут как-то так ну не значит нет ладно так что одна посылка у нас отменяется у меня вчера вышла еще одна посылочка вот я не жду с того же самого магазина смотрите с того же самого магазина где я в этом году уже много чего заказала череповцы по моему череповцы запомните никак не могу там у меня идут растения не дешевые вот и я попросила даже чтобы в них отправили первым классом посылка вышла на килограмм с лишним блин и первым классом сами понимаете но там есть дешевое растение поэтому уж лучше я переплачу до каких-то 500 рублей за посылку за саму доставку до чем я буду потом сидеть и переживать по крайней мере все эти посылки которые были отправлены первым классом мы по крайней мере в этом году они знаете вот не тусовались вот так вот новосибирск от снова новосибирск то есть их туда-сюда не гоняли то есть эти посылки почему-то быстро выходили с этого берунского треугольника и шли быстренько в томск с томска они уже переходили парабель поэтому чтобы не тратить свои нервы я решила уже сделать таким образом вот так как но скорее всего это будет заключительная посылка в этом году у меня но я имею ввиду именно по закупкам дака по каким-то вот потому что больше никаких растений я не заказывала я больше ничего не покупала мне нужно просто дождаться то растение которое вот допустим мне не дошло до вместе с моей главным и и вот эти растения которые я заказала череповца то есть вот так вот все это дело наверное на этом году точно все потому что ребят все честные все свои хотелки я в этом году выполнила кто молодец на немолодец все вот они три хуйки теперь давайте я их потом поставлю фитомодуль мы посмотрим на фитомодуль и посмотрим на листочки которые поставил на укоренение сенсивири которые пришли ко мне от света канал мир моего настроения так ребят ну давайте посмотрим фитомодуль да все поставила их на самый верх а вот таким вот образом они у меня сейчас и выглядят вот эту лампу можно даже маленько ближе до сделать к ним сюда я так и сделаю сейчас я маленько подровняю лампы чтобы они были направлены именно на них потому что вот эта лампа уходила у меня сюда из-за триколор триколор у меня уже поползла вот так вот по стене по телевизору поэтому она была маленько вбок сейчас я их отрегулирую они очень хорошо двигаются эти две лампы вот и вот этот рожковый она конечно самая мощная ее можно ставить и так и эдак в общем мне она здесь очень нравится как вы видите здесь у меня находится именно вот такие вот хай и которые ну очень красивые и со сплэшами и свои гадность и с чем только тут нету и они хорошо себя чувствуют и у них им хватает этого освещения полностью полностью лиза у меня с этих рук уже убежала лиза убежала корня она была как вся цветет с этой стороны у нас цветонос с этой стороны цветонос знаете конечно запах потрясающий потрясающий очень приятно пахнет так теперь наверно посмотрим вот сюда так сейчас маленького так вот отойду чтобы вы понимали да что тут освещение лампы и я их сейчас выключу чтобы вам не моргала вот так вот я сейчас сделаю ну вот малыш тут пристал присел присел вот таким вот образом к слоникам к улиточкам кого-то только нету у нади так вот и здесь сверху у меня как видите стоят у кореняшки клубни прорастают уже проросли и что-то еще и вот здесь у меня стоят вот такая вот тепличка вот так вот я и сделала с этой стороны подписан да и с этой стороны то есть какие листики я все подписала ну знаете вчера со свет и мы в комментариях общались под ее видео вот и я написала и там комментарии о том что действительно вот я свою сенсиверию но тоже вот такая вот кирки блю она была приходила ко мне она сейчас у меня есть конечно никуда не делась но когда у нее от нижние листики все поотпадывали вот я то есть просто поставила в грунт не было никаких тепличек просто был грунт и все слегка увлажненный это сейчас я почему-то взяла и сделала тепличку опять таки она не закрыта тепличка сверху у нее есть проветривание вы знаете об этом то есть сам по себе вот этот проветривание у нее есть но и испарин когда небольшая тоже есть и вот этому нужно открыть все это дело правит либо в общем держать в тепличке но проветривать вот либо вообще можно просто убрать в общем понаблюдаю посмотрю я тогда первый раз это дело в своей жизни просто воткнула листик и пошел процесс все сейчас на самом деле влажность лето влажность очень хорошая вот поэтому хорошее освещение хорошая влажность в квартире поэтому чуть слегка влажный грунт скажем так больше сухой не пересохший грунт вот так вот скажем да не пересохший грунт и все замечательно все укоренение должно пройти хорошо единственное что знаете чего я не сделала надо было все-таки окунуть наверно в корневин а я этого не сделала ну я посмотрю если допустим недели через две никаких там корешков ничего хотя две недели наверно это маловато надо наверно месяц подождать это точно посмотреть как тут будут корешки или нет если что-то там пойдет не так я просто достану еще раз подсушу и окуну в корневин тоже как бы вопросов нет с этим нужно просто посматривать тут грунт то господи у наде если грунт у света прям понятно что там у нее она рассказывала тут у меня кокос что какой-то перлит что тут еще у это непонятные сосновые какие-то дела ну в общем схватила с большого контейнера и насыпал и все и управилась и прям так хорошо так что вот показала каким образом я определила растения которые пришли от цвета но вы же помните да что это были не все растения там приходили еще срезы срезы я укорене всегда в воде поэтому я их просто поставила в воду теплая водичка поставила на кухне у меня обычно все делается поэтому все остальные растения которые мне прислала они у меня водички как только дадут корешки я обязательно их высажу по стаканчикам как я это и делаю обычно со всеми абсолютно так что вот пускай она стоит у меня проветривается сейчас включу свет и дай бог побыстрее укорениться все будет хорошо ну вот ребята вот такое получилось сегодня видео я надеюсь оно было интересным и полезным пишите свои комментарии до новых встреч и пока пока субтитры сделал DimaTorzok